45 лет назад тогда еще молодая актриса Саратовского тюза приехала в Рязанский театр драмы. По ее словам, очень волновалась. Те свои эмоции Людмила Прокопьевна вспоминает до сих пор с нежной улыбкой. Все началось очень-очень давно, очень-очень давно, с моего приезда сюда. Ну, тогда были совсем другие времена. Поэтому, когда я приехала, у театра не было возможности снимать мне квартиру, несмотря на то, что меня приняли очень тепло, и я сразу стала работать. А жила я в театре. И вечером, когда никого не было, уже здесь горели только дежурный свет такой, я помню, я вот сюда выходила. Вот это вот ощущение вот этой необыкновенности зрительного зала и меня, вот мне кажется, что это началось оттуда. Она и сейчас хранит своеобразный обет молчания перед каждым спектаклем и называет это собранностью. Роли большие, и нужно быть как бы физически в нормальном состоянии, чтобы выдержать весь спектакль. И вот готовишься, готовишься, все, вот все. Я как бы только завтракаю, уже не обедаю. Я когда сейчас иногда прокручиваю вот свою творческую жизнь, вообще свою жизнь. И я понимаю, что, конечно, театр забрал у меня очень существенную часть моей жизни. Когда работаю, в принципе, ничего больше нет. Ну, это черта характера. За долгую сценическую жизнь в репертуаре Людмилы Коршуновой были самые разные роли. От статных красавиц и западных леди до комических старух. Меняя амплуа, она остается убедительной в любом образе. Спектакль «Голливуд» крупным планом. Бенефис Людмилы Прокопьевны планировали поставить к юбилею народной артистки. Ее 70-летие пришлось на прошлый год. Однако из-за ограничений в период пандемии к репетициям приступили позднее. Мне вот в моем возрасте выпало такое счастье. Работать над материалом, который мне так близок, он не бытовой. Ну, актеры бывают разные. Я не бытовая актриса. Эта пьеса не бытовая и, конечно же, как мне кажется, для актрисы моего возраста там есть все. Но что-то есть очень важное в этой роли, что я бы лично хотела сказать зрителю. Режиссером будущей премьеры выступает Леонид Колосов. Он уже ставил в Рязанском театре драмы спектакли. Среди них внезапно прошлым летом «Последняя осень» Филумена Муртурано. Художник Леонид Подосенов также уже оформлял рязанские спектакли. «Дурочка», «Последняя осень», «Школа соблазна». Спектакль с Людмилой Коршуновой в главной роли можно будет увидеть на сцене уже в будущем сезоне. Марина Романюк, Екатерина Цыганкова, Владимир Тихонов. Телекомпания «Город». Продолжение следует...